Здравствуйте, дорогие друзья! Меня называют Алексей Орлов. Ко мне пришел такой очень интересный вопрос, связанный со славяно-русской варновостью. Взаимосвязь психоматриц по Грофу и славяно-русской варновости. Останутся ли люди навсегда в первой варне те, кто кесарил или те, кому помогали в родах? А в современном мире обычно под видом помощи в родах проводится помеха естественному процессу рождения дитя. Или каждому из тех, кто рожден с современной агрессивной помощью в кавычках медицины. Я не имею в виду редчайший случай, менее 1%, когда помощь действительно нужна. Нужно проводить очень глубокую работу с психологом, чтобы проработать эти психоматрицы. Вот такой интересный, завернутый с точки зрения психологии вопрос. Ну, что я могу ответить? Во-первых, конечно же, продвижение по взращиванию своему жизненному, а славяно-русской варновость как раз к этому и относится, происходит исходя из того, где вы что накосячили, что вы делали, хорошего или плохого. Само собой, этот опыт обязательно даст себя знать. И если что-то вы не прошли, необходимое для будущей жизни, то будущая жизнь пойдет кувырком. Однако, те, кому криво помогали родиться, может повлиять на психологические какие-то основы, на основы психики. Может, конечно же, исковеркать психику. Тогда, да, могут быть какие-то задержки в развитии, ну и не самые лучшие потом качества и проявления. Но это не означает, что на человеке поставлена печать, которая не дает дальше развиваться. И то же самое, те, кто в кавычках «помогали» так родиться, не всегда на себе поставили крест в развитии. Здесь сейчас можно эзотерические вопросы поднимать. Нужно это было, не нужно тому, кто кисарил, либо тому, кто выдавливал, или тому, из кого выдавливали, либо тому, кого выдавливали или кисарили. Это отдельный разговор вообще, и сейчас не хотелось бы в нашем ролике это поднимать. Однако, это могло произойти по глупости, по неосознанности, по какой-то уверенности, потому что какой-то авторитет сказал. Но со временем-то опыт приходит, опыт свой личный. Со временем, наверное, жизненные качества какие-то проявляются новые. Какие-то обстоятельства всплывают. И поэтому человек может перейти на следующий уровень своего понимания и развития. Другое дело, находится ли тот, кто ему в этом помогает, либо его окружают те, которые его тормозят. Но раз вы задали этот вопрос, и нас смотрят другие слушатели и зрители, это означает, что мы все сдвинулись с этой мертвой точки. Мы все ищем, какие-то решения, способы выхода из ситуации. Поэтому однозначно вот так вот ставить клеймо «нет», дальше все перекрыто, я бы не стал. Ибо все-таки варно-прохождение очень часто сменяется. Если предназначение, варно-предназначение выше и пришел, ну скажем так, срок перейти из одного жизненного обстоятельства, жизненного состояния в другое. Так что в зависимости от того, какое предназначение, какие качества по этому предназначению даны, какой урок, уроки там предназначенная, судьба и так далее. Зависит, что будет происходить дальше. И исходя из желаний, хочушек и могушек, складывается то, как человек проходит свою школу, свое обучение, движение на пути к своей цели, какие шаги на этом пути выстраиваются. Ну об этом я очень подробно рассказываю на семинаре «Родовая не жить без страхов. Управление судьбой». Ну и естественно, об этом же мы поговорим 5 ноября 2022 года на моем семинаре в Москве, который посвящен теме «Как правильно идти по пути своего предназначения?» Ну или «Славяно-русская варновость». Как всегда, контакты организатора этого семинара находятся на ваших экранах и в описании к этому ролику. На семе я с вами прощаюсь. Желаю добра. Увидимся на семинаре. Вместе что-то там придумаем, решим и сделаем мир лучше. Быть добро.